приветствую добро пожаловать снова в игру это ведьмак максимальная сложность пора допросить этого узника всего лишь 10 аренов стоит подкуп очень дешево я просто хотел задать тихо он пытается что-то сказать калькштейн он зачем ты пришел сюда пленник потерял сознание убирайся я что-то слышу какой-то шум в коридоре проклятые головорезы их послал могила итак потасовка устроил резню в лечебнице но что поделать узник успел лишь выдавить слова калькштейн он а что он непонятно и могила зачем-то подослал своих людей и 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 and и и и и может что подскажет так а где он черт не заметил внимательно я добрался до пленника он что-нибудь сказал у меня было мало времени на нас напали люди могилы ты уверен странно могила должен быть заинтересован в том чтобы устранить саламандр и ветмок его запугать или купить мы должны это проверить а возвращаясь пленнику удалось что-нибудь из него вытянуть пленник успел сказать одно слово калькштейн калькштейн да в этом что то есть калькштейн талантливый алхимик он мог принимать участие в экспериментах я встречал его он не похож на при знаю но надо проверить все зацепки за работу я наведу справки в городе а ты пока последи за калькштейном завою его доверие чем займемся расследование это как рыбалка необходимо терпение я больше люблю охоту тогда завоюй доверие калькштейна выполни для него пару заданий еще поговори с могилой только не дави характер у него отвратительный калькштейна обвинять сразу не буду поработаю на него как посоветовал реймонд да ну и погодка безумные саламандры только разгуливают такой ужасный ночной холодный ливень по поводу башни да у меня есть новая информация говори быстрее устраивайся поудобнее до того как построить эту башню мак возвел две другие но они рухнули стреть это я знал и без тебя и что мак жил в этой башне пока не исчез скорее всего он мертв он пытался оживлять неодушевленно и создавал глиняных големов которые ему служили но не были венцом его творения да это совпадает с легендами о страже башни есть еще кое-что хотя я не очень понимаю эту часть я узнал что есть десять краеугольных камней которые представляют элементы и нити судьбы значит старые свитки не врут сифироты мне стоило догадаться я знал что тебе это понравится в одной книге есть туманные указания где искать камни мы должны найти все десять сифиротов к счастью один из них у меня есть мое сокровище хохма камень мудрости хохма чтобы я нашел остальные да около башни есть кольцо каменных обелисков когда у тебя будут все десять сифиротов положи их на обелиски мы так близки какой это будет прорыв колькштейн уймись прежде чем начнешь свою интеллектуальную бойню я должен найти эти проклятые камни извини замечтался ты можешь показать мне эти книги хорошо ага указание колькштейна сострадание тиферет деклан лиувардом любовь вас к царством мальхуд канализация подвезимой мальхуд я уже по-моему из василиска крупного вывел у колькштейна точно есть гном среди предков статуя милители вот понимание сила слава я уже получил в лечебнице лебеды пещера на болотах очередное доказательство что колькштейна гномы в роду обязательно на свои комментарии сюда вставить геральту корона катер тут колькштейн просто превзошел самого себя последний сифирот я найду случайно например в жареной курица или отхожим вместе неведомо где и когда следующий раз как встречу колькштейна спрошу его почему он скрывает свое гноме происхождение да кстати лучше подремать до утра чтобы не нарываться на саламандр да и вообще удобнее когда все на своих местах и Таак. Но ничего себе он застилил мой опыт и опять. Кого? Вот, возьми эти заметки. Я там записал всех главных подозреваемых. А ты что собираешься? Они идут за мной по пятам. Мне надо исчезнуть. Я отвлеку их внимание, так что тебе одному пока придется справляться со мной. Подозреваемый Лива Арден, но я уже знаю, что он не виновен, потому что он сам платит за то, чтобы уничтожить Саламандр, потому что они мешают его бизнесу. Шесть подозреваемых. Двоих я уже подозреваемых отработал, закрыл. Узнал, что они не виновны. Это капитан Винсент и... И Вивальди. Сейчас закрою задание с Лива Арденом. И останутся только три подозреваемых. Да? Я ищу камни, которые называются Сефироты. Да, я знаю об этих камнях. Когда-то я купил себе один, думал, в нем есть магия. Тогда, может быть, ты мне его... Продать Тефирет? Знаешь, а он мне начал нравиться. Я хорошо заплачу. Пятьсот Торенов, например. Не слабо. Я знал, что этот булыжник стоит. Вообще-то я ношу Тефирет при себе в качестве амулета. Так что... У меня есть пятьсот Торенов, которые я с удовольствием... С гроздью расстаюсь со своим камнем. Но если я его не продам, пострадает моя репутация корыстолюбца. Шесть Сефиротов уже нашел. Три Милители, Левуарден четыре, канализация пять и Хохма от самого Калькштейна шесть. Да, все правильно, еще четыре. Один случайно получу. Значит, отыскать еще три. На болоте в пещере это один. Потом Страж Башни два. И... Не помню еще один где. А, от Васки. Это предводительница поселения кирпичников на болоте. Я закончил расследование. Ладно, говори. Поскольку доказательства говорят о том, что ты не работаешь на Саламандра... Скромный, благодарный купец. Прекрати блефовать. Видишь этот символ? Он обозначает мою принадлежность к тайному... Узнали что-нибудь полезное? О, да. Саламандры играют по-крупному. Это политическое дело. В соседней Рядании ведется своя игра. Куда более масштабная. Об этом знает только несколько человек. И какое отношение это имеет к Саламандрам? Азар-Евет послал свои войска на север. Мои люди их видели. Он тоже знает о том, что может произойти... Политические игры снова. 500 аренов он не заплатил за доказательства. В общем, я, можно сказать, ничего не потерял, купив Сефирот. Да, такой он первый Ведьмак. Как я и говорил, экшена не так уж здесь и много. Разве что в начале игры и в конце там его будет предостаточно. Ведьмак! Очень проработано. То есть такая интересная история рассказывается нам. Во втором же Ведьмаке начинается. Со второго все кардинально меняется. И мы просто уже... Подача вообще просто голливудская. На мой взгляд, очень сильно подается и сюжет. И все, и прям ощущение, что действительно принимаем участие в каких-то важных, больших делах. Чего стоит. С королями все эти... Каждый день сначала с Хольтесом, потом... Начиная со второй главы, до которой я вот недавно совсем добрался, к слову. И не могу этот момент пройти. Не получается с королем Хенсель там. Прям вот второй Ведьмак очень сложная игра для меня. Реально не получается. Не могу в него играть нормально. Даже на среднем уровне. Все меня убивают. Я ничего не могу поделать. Ну, не сильно я, конечно, стараюсь. Но, тем не менее. Так, теперь надо с Калькштейном. Калькштейн, Тайлер и могила. Три подозреваемых. О, Шани, спасибо. Шани отправилась на работу. Калькштейн, Тайлер и Калькштейн. И выполнял другие рискованные поручения. Убирайся, бессовестный мутант. Я верю тебе. Как-то подозрительно. Почему за людьми, которых ты нанимаешь... Я не знаю, кто преследовал Берингара. Ты уверен, что не пытался заманить его в ловушку для... Не будь дураком. Если бы я работал на Солома... Я верю тебе. Пока еще рано что-либо решать. Правильно. Нам нельзя терять время. Альбедо? Да, это выход. Не буду портить с ним отношения. А с Тайлером что? А, продолжу расследование. В могиле нужно заглянуть. Подослал своих убийц прямо в лечебницу. Ты странный, я уброшусь. Ой, как больно. Я им говорю, что у меня... Ну да, могилы нет. Судя по всему, он у себя дома сидит. Чтобы пройти, нужно подкупить вот этих вышибал. Ты заблудил? Кто здесь живет? Кто тебя воспитывал? Я могу спросить иначе. О, наглости тебе не занимать. В чем дело? Уже ухожу. В чем? Уже ухожу. Если только ночью, подождать до ночи и напасть ночью, либо поспать до ночи и встретить могилу таверны. Попробую так и сделать. Что подать? Я нашел кирпича. Если я отвечу про кирпича, он сразу его сдаст? Или мне можно будет выбрать? Попробую сначала сохраниться и... Я поймал его на стукачестве, без понятия, только хотел получить деньги за работу. Черт, кирпич себя странно ведет в последнее время. Я ничего особенного не замечал. Ладно, крутой. Я надеялся, что у тебя есть новости. Я хочу отдохнуть. Спять о... Я сохранил тайну кирпича. Винсент это оценит. Дело кирпича закрыто. Хорошо. Кстати, возможно... Возможно, сейчас кирпич снова вернется в таверну. И здесь я уже смогу с ним поговорить. Там, касательно квеста. Который что-то у меня застопорился. О, кстати, оба здесь и могила, и кирпич. Прекрасно. Снова сохранюсь. Лучше всегда сохраняйтесь перед каждым вообще диалогом, потому что неизвестно, что может произойти. Хочешь чего-то... Давай поговорим о салатах. Тихо, ведьмак, я не могу. Но... Не может. Что тебе ну-то... Ты когда-нибудь видел знак салата? Я много чего видел. Советую рассказать мне все, что тебе известно. У меня есть одно правило, которого я всегда придерживаюсь. Прежде чем перерезать чью-то глотку... И я знаю, что говорю. Это не пустая угроза. Я еще вернусь. Не заладился диалог. Меня прислал милоздарь Марлоу. В чем дело? Он сказал, что у него появилась новая информация. Спасибо за... Какого-то паренька отправил прямо ночью... Мастера Герванта искать. Ну что ж, со мной связался... Реймонд. Не буду заставлять его ждать. Медальон вибрирует. Коробочка фиштеха появилась. На столе. Что это, улика или он тоже балуется? Добро пожаловать. Ты не поверишь, что случилось. Да. Не так быстро. Мне пришлось потратиться. Сколько я тебе должен? Двести аренов. Расходы как-то сильно выросли. Я не пророк лебеда. Я не могу питаться корнями, ягодами и ключевой водой. Вот тебе двести аренов. Перейдем к делу. После нападения они перевели пленника в другое место. Плохо. Особенно учитывая, что больше мы от него ничего не добьемся. Вчера ночью он умер. Как это случилось? Ну, он был не в лучшей форме, так что ничего удивительного. Кто-то помог ему отправиться на тот свет. Точно. Шани твоя добрая подружка, так ведь? Пусть сделает вскрытие. Тогда мы узнаем. Ты за мной, шпион. Это моя работа. Бывай. Ну что ж, отправлюсь прямо к Шани. Сейчас ночь. Она, наверное, спит, но попробую. Наведаться к ней домой. Ночь на дворе. Это наглая бабка не спит. Чего он хочет? Я пришел к Шане. Занята она. Мы убираемся. И у нее нету... У меня с ней назначено... Тебя что, мама твоя не учила? Но... Выгнала. Вот наглая. Еще. Чего он х... Шани тут же... Живет, живет. Тебя из лечебницы прислали. Очень на то похоже. Вид у тебя болезненный. Да, я из лечебницы. Тогда поднимайся наверх. Мм, отлично. Ох. Да. Привет, Шани. Я хочу с тобой поговорить. Конечно, в чем иногда мне снится битва при брене. Ужа. И знаешь, что худ по ним. Спасибо. Не сту. Хорошо выглядишь, Шани. Да. У меня есть... Да. Я хочу, чтобы ты помогла мне со вскрытием. Вскрытие? Когда это ты стал заниматься вскрытиями? С тех пор, как занялся саламандрами. Ладно. Только помни, я не коронер. Тебе придется интерпретировать все, что мы найдем. Чем лучше подготовишься, тем больше узнаешь. Да, я посмотрю. Тебе нужно будет забрать тело у могильщика. Удачи тебе в поисках улик. Встретимся в лечебнице вечером. Есть мысли? Как раздобыть информацию? Спроси Винсента Мейса. Может, он расскажет тебе, что интересное? До встречи. Новые таланты. Надо же, один серебряный даже. Пожалуй, кину один серебряный талант в интеллект. Потому что я хочу изготовление бомб выучить. Для этого необходим интеллект третьего уровня. Продолжение следует. Ну что ж, в принципе, неплохо продвинулось расследование в поиске этого человека, который связан с Саламандрами. Напоследок поговорю с Капитаном Стражи. Винсентом Мейсом. Ох ты, точит свой меч. Да. Ты когда-нибудь делал вскрытие? А зачем? Если дырка от ножа в животе, значит банда. Если голова оторвана, значит оборотень. В первом случае мы прижимаем могилу. Во втором передаем дело ордену или ведьмаку. Встретение. Вскрытие. Пустая трата времени. Язык почернел, отравили. 90% случаев жена. Ужасно. Ну так что. Пока. Ну ладно. В принципе поговорил насчет вскрытия. Завершу на этом серию и в следующий раз продолжу. Продолжу на кладбище. Точнее возле кладбищенских ворот. В принципе я сюда уже иду. И поговорю с этим могильщиком насчет тела. Увидимся.